Итак, давайте разберёмся, как можно играть на эмуляторе Gents по сети с другим игроком вместе, короче. Давайте рассмотрим это действие. Вот, смотри, запускаем... Да, блин. Так, запускаем. Ну чё, блин. Тормозишь. Так, например, давайте откроем ROM. Не, вот просто привычка такая открывать ROM сначала, а потом уже это... Вот так и надо, наверное, сначала ROM запустить, а потом уже... Так. Вот, смотрите, давай эти возьмём... Threadfresh 2, Roots Bean, вот этот вот возьмём. Запустим. И для того, чтобы присоединиться к другому игроку, можно сделать следующее. Ну давайте запустим второй. Так. Добавим звук. Ну, чё тут... Итак, убавим звук. И теперь давайте другой... Запустим эмулятор. И покажу на примере, как это будет действовать. Тоже, короче, запускает... Он ROM. Так, им откуда брали? А... Учтите, что ROM должны быть абсолютно одинаковые. Не разные какие-нибудь, а... А... Одинаковые, в точь-в-точь. Какой вы запустили, такой он должен запустить. То, где этот ROM... А, вот. Запускаем. Это типа друг будет. Будет. И теперь давайте рассмотрим это... Это действие. Для того, чтобы присоединиться к нему, нужно... Делать следующее. Сетевая. Указали свой... Ник. Потом... Это... Как его сказать? Выбирайте сервер... Сервер, на каком быте играть. Договар... Договаривайтесь с ним. Например, M Russia. Идете на M Russia. Ну, давай, быстро иконнель. Ну, что так долго это... Давай же, коннект. Нифиг. Господи. Да, что-то лагает вообще, у меня такого не было давно. Сейчас лагает что-то, не коннектит. Так, давайте, например, возьмем другой сервер. Вот смотрите, зашли, да, вот ваш ник, например, это мой ник, вот заходит друг, к примеру, возьмем, его зовут, ну конечно же его зовут друг, потом он тоже коннектится. На этот же сервер вот сюда заходит. Что за херня? Ой, господи, чё такое-то? Не запускать, нифига, это чё такое? О, господи. Ну давай же, запускайся, нефиг тупить. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-т Чё так зайдём? Чё-то вообще тупит. Галакси. Вот. Вот, короче, зашли. Так. И мы видим, что Денсор и Сэв. Вот, короче, Сэв это друг, который... Он должен что сделать? Нажать на Create New Game. Так. На каком диске? О, господи. Потом выбирайте диск, на каком у вас там игра. Это капец какой-то. А, он... Street of Rage 2. Вот, смотрите. Он как бы запустил, да? А сейчас это, например, вы должны его выбрать. Вот. Видите? Агентство из 2.10. Сэв. Нажимайте на Join. Потом... Игрок Сэв жмёт на Start Game. Игра пошла. Вот. И вы оба играете по сети. Абсолютно оба играете. Вот таким образом делается, как можно играть на джинси вдвоём по сети. И учтите, что эмуляторы должны у вас одной и той же версии. Например, у вас 2.10 версия, а у друга должна быть такая же версия 2.10. И также ром игры должен быть такой же. Абсолютно. В общем, всё такое же должно быть. Одинаковое. И вы можете спокойно поиграть по сети в любую иную игру. В том числе и Стрит оф Рэйдж. Разные части и даже хаки можно и всё-всё-всё-всё. Короче. Вот таким образом делается. Урок окончен.